Итак, давайте посмотрим примеры раздаточных материалов разных учебных программ. Большинство у меня, конечно же, это раздатки с открытых мероприятий, ну, например, цех от бизнес-молодости. Итак, смотрим, как выглядит их раздатка, или выглядела какой-то вводный материал, а потом, как я и сказал, просто записная книжка. Вот нет ничего, то есть нет ни заголовков, нет никаких выводов, просто записная книжка. И ты сидишь, слушаешь, что тебе говорят, и все, что тебе в голову приходит, ты записываешь. В конце у них вставлен вот такой кусочек, это отрывные визитки для работы внутри самого учебного процесса. Итак, я бы сказал, это вот простейший вариант раздатки, кроме того, что они его немножко дизайнерски оформили. Следующий вариант раздатки я посмотрю на Исхака Пентасевича. Он использует, ну, не знаю, как сейчас, но несколько лет назад вот так я проходил у него два тренинга, и была одинаковая тетрадка, брендированная тетрадь. И это для него самое важное, да, он вот у себя рисует наравне с великими мировыми спикерами, и он среди них, а дальше тоже ничего внутри нет, кроме того, что на каждой второй странице у него есть такая вставочка, система обучения сверх ПИ, что я понял, что планирую сделать, с кем поделюсь пониманием и планом. И все, ты сидишь, учишься, записываешь, что тебе хочется, и в конце каждого модуля отвечаешь на эти вопросы, на систему обучения сверх ПИ. То есть, очень простая, очень простая тетрадь. Но, что важно, я прошу вас на это обратить внимание и взять себе в разработку, что в конце рабочей тетради идет большой продающий блок. Продается следующий, следующие тренинги, продаются программы, книги и так далее. Поэтому вот полезно использовать рабочую тетрадь для рекламы. Давайте посмотрим еще на кого-то из великих. Вот, например, Радислав Гондопас. Панель пропал. У него очень организованная раздатка, но наполнена не сильно. Давайте посмотрим. Вот у него как бы начинается с задания, которые получают люди. Потом идут теоретические блоки, которые он будет раскрывать. Просто идет вот такой беглый конспект под пункты и место, куда люди смогут записывать свои идеи. И в таком стиле у него идет вся раздатка с диаграммами, с временами. Но мало текста. И в конце подарочный сертификат на следующий тренинг обязательно. Опять же, книги. То есть такая пиар-часть рекомендованные книги для чтения. Но у него нет большой пиар-части в конце. Дальше. Еще одна большая, большая дорогая программа. Обучение коучингу. Здесь раздатка, конечно, совершенно по-другому сделана. Тут просто упорнейший, упорнейший текст. Ну, зато, видите, начинается с презентации спикеров, учителей. Есть места, куда можно вписывать свои идеи, отвечать на вопросы. Но очень много текста. Практически это раздатка а-ля учебник. Подробнейший учебник. Ну, здесь ребята постарались. Очень крутая, я бы сказал, раздатка. Кроме того, что она очень тесная. Вот ее бы нужно сделать немножко побольше размером, чтобы было больше места для конспектирования. А так, вот прям взял, прошел обучение, три раза прочитал и все понял. То есть можно делать так. Но это прям большая работа. Дальше. Вот программа такая. Однажды мне попалась в рамках одной школы MBA. Еще вариант, да. Тоже вот примерно в том же стиле. Много текста. Это такая раздатка учебник. Но полезно, когда есть пустая сторона оборотная. И тут можно конспектировать. И, соответственно, это прям учебник. И вторая часть данного материала. Это скопированные слайды. Как я говорил, PowerPoint. Они могут выглядеть вот так. Это может быть отдельная совершенная раздатка, состоящая только из вот такого типа листов, где слайды с основными тезисами скопированы. Теперь посмотрим на варианты моей раздатки. В отличие от предыдущих материалов, это корпоративная раздатка. То есть я ее использую на корпоративных тренингах. Здесь люди, когда они получают такие раздатки, они платят за каждую из этих раздаток свои там достаточно крупные деньги. И получают свою раздатку. Это каждый платит за себя. Здесь же за меня платят. Здесь за людей платит компания. Поэтому я не делаю очень навороченных раздаток. Хотя некоторые делают навороченные раздатки и в этом режиме. Но я вот делаю их как-то вот достаточно просто. И то не всегда я использую вот эту пленку. Итак, значит, раздатка, я ее не сильно насыщаю. Соответственно, есть какие-то схемы, таблицы, куда люди записывают. И то, что я прошу их записать, считают, заканчивают определение, которое нужно закончить. Есть элементы такого беглого конспекта, есть элементы примеров текста. Но вот в таком режиме, вот такой вид моих раздаток, ну, примерно вот всегда одинаковый. С разным наполнением, с разной интенсивностью. Вот так можно оформить раздаточный материал. Ну, дальше вы сами для себя выберите формат, интенсивность, глубину наполнения и делайте.